Займемся теперь спряжением глаголов второго типа в прошедшем времени, а именно в интерфекте. Вот все те же самые группы глаголов, принадлежащих второму типу, с которыми, я надеюсь, вы ознакомились в видео про спряжение в настоящем времени. Теперь разберем, как они меняются в прошедшем времени. Идем по порядку и рассмотрим первую группу слов, в которых две разные гласные перед окончанием инфинитива «да-да». Убираем это самое окончание инфинитива и легко находим основу. К этой основе нам надо прикрепить показатель прошедшего времени «и». Но так как у нас уже есть две гласные, говорить три гласные подряд немножко неудобно, поэтому «и» выгоняет первую гласную. И таким образом мы получаем основу прошедшего времени, к которой уже прикрепляем личные окончания. И опять в третьем лице единственного числа, то есть форма «hen» ничего не изменяется и не удлиняется. То есть форма «hen» такая же, как и сама основа глагола. Тот же самый процесс происходит и во второй группе, где у нас две одинаковые гласные, то есть длинная гласная. Точно так же «и» выгоняет одну из этих гласных. Только здесь, в принципе, не важно, какая она, первая или вторая. Хотя по аналогии мы можем сделать вывод, что пропадает также первая гласная. И мы получили основу прошедшего времени, в которой прибавляем окончание. И опять же в третьем лице ничего не удлиняется и ничего не прибавляется. Следующая группа слов – глаголы, оканчивающиеся на «ойда». Убираем окончание инфинитива, получаем основу настоящего времени. К ней нам надо прибавить показатель имперфекта «и». Но как нам быть, если в конце у нас уже есть «и»? Да никак! Эти две «и» сливаются, и таким образом основа настоящего и прошедшего времени у таких глаголов одинаковая. То есть мы просто прибавляем личные окончания и получаем нужный результат. То же самое происходит с короткими глаголами, у которых перед окончанием инфинитива «да» стоит буква «и». «Сойда», «уйда», «войда». Мы прибавляем окончание, личное окончание, прямо к основе, которая совпадает с основой настоящего времени. И получаем форму прошедшего времени. Понять, настоящее это время или прошедшее, нам поможет только контекст, то есть ситуация, в которой произнесено это слово. И на закуску исключения. Здесь особое внимание надо обратить на глагол «кэйда». Просто выпишите и заучите. В этом глаголе, как видите, когда мы прибавляем показатель прошедшего времени «и», ничего не убирается. Но происходит изменение. Звук «ю» превращается в «в». И получается основа прошедшего времени «кэви». К ней мы прибавляем личное окончание. В форме «хэн» в третьем лице ничего не удлиняется. «Кэви». С глаголами «нагда» и «тэгда» все немножко проще. Прошедшее время образуется от форм настоящего времени. Когда мы прибавляем показатель прошедшего времени «и», последний звук основы «э» уходит. То есть, как будто буква «и» его съедает. Таким образом, мы получаем основу прошедшего времени «слабую» «тэй» или «сильную» «тэки». Соответственно, «най» или «наки». Конечно, это сухая теория, которую еще нужно закреплять упражнениями и чтением текстов. Желаю вам легкого и интересного обучения. Нагдандаас! Хей-хей! Хей-хей!